Все, включил, включил. Добрый всем вечер. Какой-то я серьезный последнее время был. Давайте что-нибудь несерьезное. Да, по-моему, пришло время. Вообще-то, я обещал рассказать свое время анекдоты из Медраша Эйха-Раба. Там в начале, в самом начале, приведена серия где-то анекдотов 15. Один краше другого, в том смысле, что они совсем уже анекдоты. Я начну с первого, а потом вернусь к прошлой теме, потому что могло создаться впечатление, что мудрецы относятся извинительно к собственным недостаткам. Просто я хочу продемонстрировать, что это намного сложнее. Значит, итак, вот анекдоты два. Оба в народном духе. Первый я беру из Эйха-Раба, а второй беру из... Тарактата Таанит из Вавилонского Талмуда. Итак, та часть, которая анекдотическая. Начинается со следующего. Значит, Медраш Эйха-Раба, посвященная Медраш, естественно, как название книги «Свитку Эйха», то есть «Плач Еремии». И там есть следующий оборот. Саратибам Дина Рабатиба Гоим стала Данец. Значит, Рабатиба Гоим – великая среди народов. Значит, что это значит? Великая умом. То есть, она... То есть, как бы... Юрусалим, он не просто великий, а он от слова «раф». То есть слово «раф» не от слова «много», а от слова «раф» – учитель, наставник. Во втором рассказе мы увидим такое же построение, такую же игру слов, но в данном случае она... Ну, вот, чтобы было понятно, слово «раф» – это не столько от слова «много», сколько слово «торбут». Торбут – культура, да? То есть «раф» – это тот, кто преподает. Значит, и в данном случае «Рабатиб» – это такая наставница среди народа. Значит, сказал «раф Гугуна Атым Мирабьёсе» в любое место, куда приходил один из жителей Иерусалима, предлагали ему кафедру, достойную мудреца, чтобы услышать его мудрость. Вот слово «кафедра» так в оригинале и прописано. Ну, понятно, что в те времена слово «кафедра» – это такое почетное кресло, как правило, устраное ковром. Поэтому, когда там говорят «кто-то занял кафедру», то это значит, что он занял почетное кресло. Да, вот слово «кафедра» в университетах, оно ровно от этого. Предлагали сразу кафедру, чтобы услышать его мудрость. И приводится пример. Я прошу запомнить это начало по поводу кафедральной мудрости и сравнить это высказывание с анекдотом, который последует за этим. Один иерусалимец отправился по делам в провинцию. Да, я сразу хочу, для тех, кто захочет это читать в оригинале, то я предупреждаю, что Медраша Эйхараба или Эйхарабати составлен на уже даже не на арамейском, а на галилейском варианте арамейском, то есть диалектном. Арамейском, то есть его читать, ну это совсем такое мероприятие, даже для тех, кто более-менее свободно владеет арамейским, талмудическим или торгумов, переводов на арамейский, и читать Эйхарабати это отдельное удовольствие, потому что там слова, ну много любопытных и новых вы найдете. Значит, значит, один иерусалимец отправился по делам в провинцию, ну провинция это Мгдина, значит, и в одном городе заболел. Чуя приближение смерти, он призвал хозяев дома, отдал им деньги, которые при нем были, и сказал, когда явится мой сын из Иерусалима, то он должен совершить три мудрые действия. Ну, мудрые в данном случае до хохмата, то есть умные вещи, не мудрые, а именно умные вещи. И если сделает, то отдай, а если не сделает, то не отдавай. И в скорости этот иерусалимец таки доумер. Тогда жители этого города между собой сговорились, чтобы тот, кто приедет, не указывать, куда надо идти. Значит, вот, ежели кто-то будет спрашивать, где живет такой, это никто не должен отвечать. Наследник, когда узнал, что умер отец, и у кого осталось наследство, отправился в тот город. обнаружил, что никто ему не отвечает на вопрос. Он нашел вдруг дровосека с вязанкой дров у ворот города и сказал, продашь дрова? Продам, ответил дровосек. Значит, ну, на деньги и отнеси дрова к такому-то. в дом, куда он собирался попасть. Дровосек отправился туда, значит, он идет, дровосек идет, а этот вот иерусалимец идет за ним. подошел на место, дровосек стучит, постучал в ворота и сказал, послушай, такой-то, выходи, принимай дрова. Я хочу обратить внимание, это не литературный перевод, то, что я сейчас делаю, это так, вот оригинал так и идет, именно вот в этом стиле. То есть, если вы думаете, что я как-то расширяю рассказ по сравнению с написанным, нет, не расширяю, просто вот буквально перевожу в точности, как он идет в мидраж. Тот говорит, разве я заказывал тебе принести дрова, правду говорит, не заказывал, но заказал вот этот человек, который пришел вслед за мной. Пришел, слышь хозяина, хочешь, не хочешь, открыть ворота и принять гостя с подавляющими приветствиями. Вот первая умная вещь. То есть, вот, ну, я бы не сказал, что она кафедральная, но умная. Значит, конечно, мораль всей басни очевидна, что, ежели тебе кого-то нужно найти, не спрашивай, а купи. Но я не уверен, что кто-то хочет что-то сказать свыше того, что рассказывает. Кто-то спросил хозяин, я сын того, кто скончался у тебя в доме. Пригласил его хозяин к обеду. А за столом, кроме хозяина и жены его, сидели двое сыновей, извините, сидели два сына и два и две дочери. А на стол было подано пять цыплят. Значит, хозяин, жена, два сына, два дочери, шесть, семь человек и гость. Прошу, сказал хозяин, подели кушанье среди нас. Гость говорит, ну, я, говорит, не хозяин, чтобы делить, говорит гость. Говорит, ну, прошу тебя поделить. Гость поделил кушанье так. Одного цыпленка, ну, там в оригинале слово пригины, большинство комментаторов говорят, что так как в современном иврите прига это прига это цыпленок. Одного цыпленка подал хозяину и хозяйке, одного обеим сыновьям, одного обеим дочерям, а одного сел себе. Поели они, ничего гостю не сказали. Вот вторая умная вещь. значит, ну, тут пришло время и на ужин подали фаршированную каким-то это раскормленную, это не фаршированное, сейчас я слово вспомнил. Раскормленная курица специальное слово забыл, есть специальное слово какое-то в русском языке для обозначения. Нашпигованное, нет? Нашпигованное? Нет, имеется в виду французы, когда французы, француз, француз, неважно, я забыл слово просто, нужное в русском языке. имеется в виду французы, насильно накормленная, чтобы была толще. Значит, и опять раздели, говорит, ну, кто я такой, чтобы делить? Он говорит, подели. И тот поделил, разрезал кость курицу и раздал так, голову хозяину, потроха отдал жене, каждому из сыновей дал по бедрышку с ножкой, каждой дочери по крылышку, а все остальное забрал себе. И это третья умная вещь. Тут уже хозяин не выдержал и говорит, это у вас в Иерусалиме принято так делить еду. Но вообще-то в обоих случаях как бы получилось несправедливо. В первом случае гость забрал себе целого цыпленка, а всем остальным дал одного на двоих. А во втором случае он забрал себе всю тушку, ножки отдал сыновьям, крылышки, дочерям, хозяину голову, шею, а жене потроха дал. Ну, пупок, если вам тут точные нужны переводы, значит, пупок, сердце и печенку. На что гость ответил, разве я поделил неправильно? На первый раз было подано пять цыплят. Ты, твоя жена и цыпленок трое, два сына и цыпленок трое, две дочери и цыпленок трое, и я с двумя цыплятами тоже трое. Не правда ли, ничуть не больше, чем вас? Во второй раз подали курицу. Хозяину главе дома я отдал голову, но он с ему голова, жене родительнице потроха, сыновьям опоре дома ножки с бедрышками, а дочерям, которым предстоит улететь, к будущим мужьям крылышки. А себе взял корпус, похожий на кораблик. Я на корабле прибыл сюда и на корабле уеду отсюда. А теперь отдай любезный друг деньги, оставленные у тебя моим отцом. немедленно отдал хозяину все деньги и тот ушел с миром. Но вот анекдот всем замечательен, но честно признаюсь, первый раз в своей биографии я его читал, когда мне было лет восемь в сборнике, в котором было заглавлено молдавские сказки. И мне он тогда очень понравился, лет восемь. наглостью того, кто делил. Там не было обрамляющего рассказа, а просто было каком-то хулиганствующем гостю все это. Наглостью того, кто делил, и как остроумно, что всех по три, значит, действительно, мне очень понравилась эта мысль, что я с двумя цыплятами нас тоже трое. Да, и последняя мораль по поводу того, что хозяин всему голова, хозяйка Патраха, ну и так далее. Почему сборники молдавские сказки в более зрелом возрасте, я читал несколько высказываний по поводу того, что половина сказок народов Советского Союза сочиняли какие-то евреи, по мере надобности фольклор сочиняли, и впоследствии я сообразил, что в сказке, по-моему, в немецкой народной сказке по поводу человека, который срубил дерево, это стопроцентный мидраж про нашего прадца Авраама, то есть похоже, что действительно не без этого, что-то там евреи сочиняли, но это сказка попала в сборник молдавских, значит, что вот на этом история кончается, после этого начнется следующий, таких историй будет некоторая множесть, но чтобы вот не быть голословным, я с некоторым вполне удовольствием приведу другую историю, оттуда же беру, значит, заметьте, я повторю их, там штук 20, в таком стиле все, пришел один из Афин, в Иерусалим, нашел ребенка, дал ему деньги и сказал ему, пойди найди мне что-нибудь есть, чтобы я насытился и чтобы я насытился, у меня осталось и я мог взять в дорогу, но для стиля дорога в этом медраше будет истрата, но тот, кто помнит автострада, да, слово итальянское, страда, да, страда это дорога, но она как будто нет ивритского дэреха и арамейского, есть соответствующие слова, орха, там есть полно слов, но выбрано латын, лаэстрата, взял в дорогу, сказал, ребенок взял деньги, пошел и принес соль, значит, гость возмутился и сказал, я тебя просил соль принести, сказал, разве ты мне не сказал, пойти, чтобы я купил, чтобы ты насытилась, у тебя осталось, и ты мог взять в дорогу, согласись, что если ты начнешь это есть, то ты этим насытишься, у тебя останется и будешь что с собой взять. Точка. Конец анекдот. Ну, давайте третий уж, коли начал, еще один короткий анекдот. Один афинянин пришел в Иерусалим, нашел разбитую каменную ступу. Взял ее и притащил портному. Сказал портному, портной, шею мне, за шеей мне прореху на разбитой ступе. взял портной горст песка, протянул афинскому гостю и сказал, как только ты мне из этого спридешь нить, сразу же. ступе. Значит, почему я вот, ну, последний анекдот, он просто уже хорош по поводу того, что для того, чтобы шить каменную ступу, нужна песочная нить. Это действительно остроумно и навевает на какие-то философские мысли, наверное. Но вот первая история про дележку кур, она как бы мораль из нее не извлечь. Более того, я могу вам привести одну историю, из которой пытаются извлечь мораль. Значит, мораль эту пытаются извлечь и в раф не Галантии, а не Галантии, а что у меня сегодня что-то не то. Сейчас. Значит, пришел один афинянин в Иерусалим, нашел янука, ребенка, сейчас мы поговорим про морали всех этих дел, и дал ему деньги, и сказал он ребенку, пойди принеси мне яйца и сыра. Ну, сыр здесь в оригинале хапци это множество на числе сыров. Буквально. Значит, когда тот принес, сказал афинянин ребенку, покажи мне какая какой из сыров от белой козы, а какой от черной козы. Сказал ему ребенок, ты взрослый человек, покажи мне какая какое яйцо от белой курицы, а какое яйцо от черной курицы. Все. Конец историй. Значит, вот последняя попытка, последняя есть какая-то попытка, хоть что-нибудь еврейское в эту историю внести, а именно сказать, что все-таки есть некоторая принципиальная разница между сыром и яйцами, потому что сыр, он как бы уже со своей производительностью, то есть козой, никак не связан. И паять по сыру черная была коза или белая была коза как бы невозможно. А с яйцами есть теоретическая возможность подождать на сидеть эти яйца и посмотреть, что вылупится. И по ним определить черная курица или белая курица. Я не понимаю сторону себя ответа, но я хочу заметить, что все эти истории, они как бы без национальности. Вот что интересно, все истории, практически все истории, какие есть в этом сборнике, вот сборники анекдотов, они не национальные. Они могут быть рассказаны кем угодно. Смотрите, я про молдавскую сказку не случайно рассказал, потому что не менее важная сказка, например, сказка о колодце и мыши, я думаю, что я могу доказать, что она еврейского происхождения. Здесь я это доказать не смогу, что все эти анекдоты еврейские, я даже не уверен, что они еврейские, они откуда-то пришедшие, потому что история явно бродячая совершенно и могут бродить как угодно. Причем юмор в них всех довольно как бы простой, он не академический. И здесь я ведь в стиле ты не забыл про потяжки, мой милый, я ведь не случайно напоминаю, отсюда куда приезжал иерусалимец, ему предложили кафедру для того, чтобы умные вещи послушать. Вот вам образцы умных вещей иерусалимцев. Три. Могу привести еще десяток, которые там, ну, исключая серию в пять рассказов о толковании снов, которые к мудрости имеют весьма отдаленное отношение. Все они говорят скорее быстроумные. И уж коли на то пошло, то скорее этим жителям Иерусалима надо было занимать кафедру местных шутов, потому что, в общем, такие все шутки стилистически весьма ну, площадные, давайте такое слово употребим. они могут пользоваться успехом у публики, но не вижу ничего кафедрального в них. Но при этом эта книга Эйха и говорится, что вот пока Иерусалим был цел, пока в нем был храм, я хочу обратить внимание, я хочу вернуть контекст все это, пока в нем был храм, люди в нем росли, внимание, что рассказы такие юношеские совершенно, дети ожирикаются, Елотов Ярушалаем, то есть дети в нем росли остроумные и умненькие, шутки-то, в общем, умненьких детей, то есть как бы хулиганистые, за слов в карман не лезущие, причем вот там в конце финишируется про эти рассказы, рассказы про рабе Ягашуа, который идет по дороге и подходит к Иерусалиму, встречает ребенка и задает ему вопрос, видит, что у него что-то в корзине, в закрытой корзине, спрашивает мальчик, что у тебя в корзине, на что мальчик недолго думая отвечает, дядя, если бы я хотел, чтобы ты знал, что у меня в корзине, я бы ее не закрывал, то есть, ну, значит, и далее, там дальше диалог имеет продолжение, совершенно чудесно, спрашивает, хорошая ли вода в городе, на что ребенок отвечает, ну, не знаю, что тебе сказать, но лука и чеснока в нем достаточно. Последний выпад, он, тут надо понимать хорошо, Раби Гошева был бедный, и, кстати, он был, а, бедный, б, о нем есть отзыв римской, какой-то матронитой, царской дочке, как там рассказывали, в Ганде, по-утро, как-то, на берем, рассказанная эта история, про то, что сколько ума в таком уродливом сосуде, то есть, он еще был не красавец, и, к тому же, бедный, и по этому поводу, высказывание по поводу лука и чеснока, а чем, по-вашему, питаются бедные люди в те времена? Лук, чеснок и хлеб, в общем, а бедный человек, который спрашивает о качестве воды, это где-то слыхано, что бедный человек волновал о качестве воды, когда его не волнует о качестве ядры, потому что, что могу себе позволить то и хорошо, а с водой то и проблема, поэтому ребенок, он там проницательный еще весьма, вот, но то, что мудрецы пытаются всем этим анекдотом и сказать, что Иерусалим отбрасывает тень беспечной жизни, я хочу вот, что в этих историях объединяет, они, поведение всех героев, это поведение героев, живую, ведущих, ну, беспечную, не в том смысле, что они бездельники, не боже мой, но они раскованные, то есть, как бы, это поведение очень свободных людей, и как бы Иерусалим великий среди народов, да, это не капитал, он дает именно растить внутренне свободных людей, которые не особо заморачиваются именно, вот, не скованы ничем, и вот эти истории, которые здесь приведены, они именно вот эти, вот, вот эта святость, она имеет отражение во внутренней свободе, и все эти истории, они как бы бьют вот в эту точку, и серия историй, которые рассказаны, они не на тему академичности, вот, это довольно важный момент, это не на тему академии, потому что вот когда Раби и Гошуа сталкиваются вот с этими детьми, оторвами, и действительно замечательная фраза, если бы я хотел, чтобы ты знал, что у меня в корзине, я бы ее не прикрывал, она как бы тара – это свобода, вот этот знаменитый медраж по поводу в лухот в тара харут аль лухот, высеченный, да, харут, высеченный на скрижалях, то знаменитый медраж «Не читай харут, читай херут», «Не читай высеченный, читай свобода на скрижалях». Вот это вот идея некоторой внутренней свободы, вот что дает тара – это внутреннюю некоторую свободу, и она из храма как бы эманирует на всех жителей города, она как бы вот Эйхарабате в оплакивающем тексте пытается вот это сказать, но причем вот, обрат внимание, не как я сейчас пытаюсь сказать некоторым философским осмыслением, а просто серия анекдотов создать вот это ощущение свободы, ясности и некоторой легкости, причем не легкости золотой мелодежи, а легкости общения, легкости вот ну понятно о чем там же например спросили пришел житель Афин в Юрусалим и встретил Коэна Коана и спросил его сколько в дровах дыма на что тот ответил если в сырых то один то там в них только дым говорит ну а если в стухих треть дыма треть огня треть золы откуда говорит знаешь ответ из Герусалима из дров на жертвенник он же Коэн он Герусалим у него вот мудрость про дрова даже вот обыденной жизни она осияна храма хотя еще раз все истории которые рассказаны подборка этих историй как раз они специально вполне сознательно сделаны именно вот в этом стиле то есть подобраны истории именно о легкости а не об академичности по этому поводу вот легкость о которой я говорю она там ведь нет истории про Талмитей Хахамин там есть одна история про учеников школы про школьников которые загадали афинянину загадку в стиле девять проходит восемь уходит две кормит один ест двадцать четыре обслуживают угадайте что такое но опять задачка загадка детская но не ученая то есть школьная но не ученая но вот в прошлый раз вот то что я пытался сказать там про мудреца который мстит как змей да и я пытался сказать и вслед за Раби Нахманом из Братслова пытался это сказать что есть некоторая связь между мстит как змея и умением мыслить и преподавать такая связь может существовать это связь некоторая органическая и точно так же как в рассказе который был перед этим рассказ про вот этого пижона Рава Димми Рава Абина да который задавал загадки слон который съел корзину да и она вышла с той стороны чистая она в ритуальном отношении в храмовом или нечистая то могло создать впечатление что мудрецы они как бы к этому относятся извинительно на самом деле они относятся с пониманием что это имеет место но извинительно это неправда и для этого есть известная история по поводу раби Шимона Бен Алязара он значит шел из Мигдаль-Гадер ехал себе на осцеле который тихо шел вдоль морского берега имеется ввиду Тиверия окрестности Тверии происходят дело то есть Тивериядское озеро вдоль Кенерета встретился ему абсолютно уродливый человек Мехуар Мехуар урод сказал ему встречный раби Элизару мир тебе раби на что раби Элизар не ответил а вместо ответа сказал ему нехтожество неужели все жители твоего города Бне Ирхам и Хуарим Камоха неужели все жители твоего города такие же уроды как и ты я хочу тут опять вот по поводу литературной стороны может быть кто-то не слышит но вы врите это звучит так Бне Ирха Мехуарим на самом деле а литеративный ряд практически из одних и тех же букв составлено все это вот Бне Ирха и Мехуар это очень близкие по звуковому ряду по буквенному составу слова то есть как бы он раби Элизар еще не удержался от некоторой игры словами от некоторой а литеративной игры словами ответил ему встречный раби Элизар пойди скажи создавшему меня Лио Цершили создавшему меня мастеру как уродлив сосуд тобою создан ну как бы если кто-то не слышит я готов эту высказывание сказать проще с хорошим толстым намеком чтобы ты сдох потому что пойди скажи мастеру то есть чтобы ты пошел к создателю и там рассказал про меня да какие ко мне какие ко мне обвинения какие ко мне претензии кто меня таким создал я такой есть пойди скажи мастеру создавшему меня как уродлив сосуд который тобой создан не меня упрекать создателя раби Элизар понял что согрешил спустился с осла пол ниц и сказал я обидел тебя прости сказал ему встречный не прощу пока ты не скажешь создавшему меня мастера как уродлив сосуд тобой создан то есть до смерти не прощу да а потом с богом объясняйся по поводу всего это моей обиды еще раз обращайте внимание на детали раби Элизар ехал на осле и киель он гулял вдоль морского берега и радовался великим знанием он возвращался из дома учителя как многого он узнал в торе и тут ему навстречу урод вот это пасторальная картинка которая только что нарисована море ослик берег окрестности генесаретского озера романтика я бы сказал ну как вот сегодня романтические встречи сентиментальная картинка сегодня по моему слово романтика стало значить сентиментальной картинка и тут урод который в этот пейзаж не вписывается он просто в этот пейзаж не вписывается причем вот к этой романтической картинке ее дополняет абсолютно довольной своей жизнью и подчерпнутыми знаниями и довольны собой, наверное. Раби Лазар, то есть у него абсолютно гармоничный мир. Вот он снаружи гармоничный и внутри гармоничный. Вот это двойная гармония и туда появляется урод. И результат Раби Лазар говорит брякает то, что брякает. Прямо говорит человеку, что ты урод. И, наверное, здесь все такие. На что собеседник просто обижается и по тексту не был Раби Лазар первый, который ему это сказал. Урод знает, как к нему относятся окружающие люди. И тут Раби Лазар понял, что он согрешил. Причем согрешил на самом деле многократно, потому что, ну, во-первых, такие вещи не говорят. Во-вторых, в Перке, вот, как все знают, сказано, не смотри на конкан, смотри на его содержание. Не смотри на бутыль, смотри на то, что внутри. Понятно, что бутыль с хорошим вином может быть весьма неприглядного вида. А к тому же, ежели это совсем старое современное вино, но они тогда не знали такого старого вина, естественно, не так давно придумали, как хранить вино долго. Но, тем не менее, сосуд, может быть, как угодно уродлив, важнее его содержит. Значит, и вот Раби Аль-Азар слезает со сла и говорит, прости, тот говорит, нет. Итак, они идут где-то с полмили, ну, мили, еврейская мили, талмудическая мили, это километр. Значит, чуть меньше, ну, километр. Значит, идут они с полкилометра, и когда пришли, подошли к городу, то вышли жители на встрече и сказали «Нир тебе, Раби!» «Шалам алейхам, Раби!» Сказал им встречный «Это кого вы тут называете Раби?» Сказали ему «Того, кто идет за тобою!» Сказал им «Если это Раби, пусть не множатся такие в Израиле!» Я хочу тут опять «Раби шало ербу!» Вот, 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 шутка, которую я там обещал, эту шутку, да, вот в анекдоте в их Раби, да, «Рабати Багаим» это не высокая, не возвышенная а раф, да, так вот здесь это шутка по поводу Раби и много, шало ербу, значит, сказали ему, что он сделал тебе, сказал, он так и так сделал мне, ну, пересказал, что он им сказал, причем сказали все же прости ему. Ответили тогда вот я прощу ему, но чтобы он так больше не поступал. Немедленно вошел Раби Шимон Бен-Элязар Бек Медраж и произнес проповедь на тему «Вовеки пусть человек будет мягко как тростинка и не будет твердо как кедр». На этом, значит, трактате «Таонит» на этом коньке кончается рассказ. Тут, наверное, надо этот проповедь все-таки рассказать, потому что она приведена в другом месте, она не здесь, она и, ну, не трудно найти всякий, кто это умеет, легко найдет, место, где приведена просто вот проповедь на тему «Пусть человек будет мягко как тростинка и твердо как кедр», значит, значит, она у нас в «Вободы Рабинатан» есть, и там, значит, потому что из тростинки делают кульмус, калям, по-русски, ну, тростниковое перо, да, тростниковое перо, чтобы писать «Свитки Торы, Тфилины, Мезузы», кедр же остается на месте, но когда дует южный ветер, вырывают его и опрокидывают. Чем кончается кедр? Его обтесывают, кроют им дома, а остальное кидают в огонь. проповедь неожиданная, и как бы связь проповеди с рассказом, она как бы неочевидна, потому потому что ну, где здесь мягкость? Где в рассказе проявление мягкости и твердости? Но при этом он зачем-то нужен. Но здесь нам еще кое-что нужно. И вообще обращать внимание на детали тут я хочу просто, чтобы было понятно вот рассказы о годы, хорошей, длинной о годы, она вот в отличие от анекдотов, которые я привел, вот этого длинного анекдота, который я привел, где как бы любая часть может существовать независимо от другой, да? То есть вот история, две истории с дележкой Курта, первая, когда он всех объединял Потре, а вторая, когда он себе взял туловище, которое, корабль, на котором он плывет, ну, ясно, что с вами гибель. значит, они, и история про то, как он нашел дом, который ему никто не хотел показывать, где живет, человек, которого так зовут, они все три анекдота могут существовать независимо друг от друга, там нет вот этой тщательности в подгонке деталей, вот этой обязательного признака хорошего агады, классной агады, где как бы ничего не сказано просто так. Любая деталь, она играет на весь рассказ. В этом смысле вот для меня предмет огромной зависти, вот это умение, это неумение, это я не знаю, как у них это получалось у авторов агады, это умение сделать так, чтобы каждая деталь либо дополняла рассказ, либо работала на рассказ. Вот смотрите, вот первая часть как бы рассказа у нас две части, ну там несколько частей, но первая часть, она действительно вот вступление, оно безумно хорошо именно соединением красоты окружающего мира и раби Элиезера в нем, и раби, извините, Шимона Бен Элиезера в нем с появлением в этой картинке урода. Это действительно ну просто качественное. Но значит, вторая часть, ведь как только встречный вот этот уродливый человек сказал пойди скажи мастеру, который меня создал, тот же сразу понял, что он согрешил, что так нельзя себя вести. И сразу же сошел со сла и стал извиняться. как бы то, что он не прав, чем он признает немедленно. И собственно говоря, с этого момента вопрос о поведении теперь второго человека в этой истории. хотите анекдот, да? Готовы ли вы считать, что эта история – это анекдот? Ну вот попробуйте прервать его на месте, пойди, скажи создавшему меня мастеру, как уродлив сосуд тобой создан. Вот представьте себе, что мы здесь поставим точку. Можно ли этот анекдот, вот на этом месте завершенный, поместить в раздел мудрости юрсалимцев? В общем, очевидно – нет. Но именно в силу того, что здесь нет вот этого элемента легкости проживаемого бытия, здесь нет непринужденного юмора, здесь есть реакция оскорбленного человека. Она не смешная, она, вы можете сказать, что она едкая, но она не смешна ни в одном пункте. это не легкие ухмылки, которые там. Значит, но здесь есть вторая сторона, вот этот вот уродливый человек не прощает раби Шимон. Вторая сцена происходит в городе. В городе это уже совершенно и она в отличие от романтического пейзажа первой половины. В городе это публичное уже действие. То есть уродливый человек обвиняет раби Шимона в том, что он его оскорбил. Так и так, как он так говорит, так и так, как рассказывает, так и так он сделал мне. жители города, они как бы признают, что человек может иметь право требовать извинений, но он не извиняет. и вот в публичном как бы пространстве уже, то даже обиженному человеку ничего не остается, как пробурчать что-то вроде пусть он больше так не приступает. Наверное, важная деталь, на самом деле, как бы из рассказа не видно, чтобы уродливый человек простил. Из рассказа видно, вот я прощу ему, но чтобы он больше так не поступал. Такой, как бы это сказать, некоторым ханжеством отдает этот ответ. Хотя, собственно говоря, всем присутствующим ничего не остается делать. И этот человек прекрасно понимает, что он не может публично в городе, где все знают Раби Шимона. Сказать не прощу и уйти в город домой, это невозможная вещь. То есть, он вынужден вести себя прилично. Но ведь и Раби Шимон, будучи в городе, не позволил бы тебе это сказать. Это довольно интересный момент, что они оба как бы один позволил себе лишнего, так как нету свидетелей, а второй не может себе позволить лишнего, так как не может позволить себе не пройти, так как есть свидетели. То есть, ситуация, она как бы вот два победения в разных обстоятельствах. вот после этого вошел Раби Шимон Бен-Элизар в Бейт-Медраж и произнес проповедь в Килихе, в Академию и там произнес проповедь, не на улице. После такой сцены достаточно безобразной он не может произнести эту проповедь в городских воротах, где все это происходит. Он как бы проповедь после вот этой сцены она невозможна. Произносит он ее в Бейт-Медраж то есть среди своих. Говорит он свои. И говорит он мягок как тростинка и не тверд как кедр. К чему бы это? Понятен образ, что вот тростинка на ветру, образ гнущегося тростника на ветру, который гнется и не ломается, и кедра, который это стандартный образ, супертвердый кедр, который на ветру ломается просто. Он только на другом ветру, он не может устоять против ветра. по этому поводу как бы человеку следует уступать. И вот мидраж, который не здесь приведенный, который приведен в Бабан-де-Рабинатан, который дает объяснение, что он имеет в виду на эту тему, а именно что именно тростинки делают калам, чтобы писать калам, да, я говорю, по-моему, это стима должна называться, тростниковая пера, чтобы писать свиток торы, а кедр строят дома, а остальное сжигают. То есть на самом деле проповедь на тему того, что податливым и уступчивым должен быть Талмитхахан, мудрец, да, это он свиток торы и тфелина мизуза. А вот простой народ, из которого строят дома, кроют дома, делают, может быть, здесь на самом деле имеется в виду, делают балки несущие для домов, да, простой народ, может быть, неуступчивый, мудрец должен быть мягким, а мудрец обязан себя вести мягко, чтобы не случилось. И как бы вот эта проповедь, вот на самом деле у меня такое чувство вот с этой проповедью всегда было, что как бы рабец Шимон, он не верит в том, что вот этот встречный уродливый человек его простил. но при этом признает за ним такое право, потому что он не ученый, он несущий конструкции дома, он кедр и не обязан уступать. Его можно сломать, но нельзя наклонить. мудрец должен уметь склоняться, когда неправ. Вот тогда он годится, чтобы стать тростником, которым пишут свитки Торы Тфилина Мезуза. вот это весьма нетривиальное построение, которое здесь есть, и кстати, я уверен, что Талмуд не завершает, не приводит Медраж целиком ровно по поводу Тростника и кедра, только потому, что он считает, что все ученики и так знают его, то есть он не приводит его как очевидность некоторую. Знаете, есть вещи, которые там, скажем, если я упомяну Колобка, я же вам не буду рассказывать историю про Колобка, потому что все и так знают. То же самое в Талмуде она не приведена, потому что там заведомо все знают. Но вот эта история по поводу того, что вот эта заносчивость, она неприличествует мудреца. И даже когда вот Раби Шимон, там ведь достаточно важное вот это обстоятельство, он возвращался из дома своего учителя и радовался великой ученостью, вот это та самая история, когда выходит надутый ученик, он ну совершенно раздувшийся как воздушный шарик и тут происходит вот то, что происходит. Так что это по поводу вот тут мне говорят, когда я сказал, что там вот в историях Эйфер-Абати нет морали, я не вижу эту мораль, не могу извлечь, хотя мне очень нравятся некоторые рассказы, там еще раз, залатать каменную ступку ниткой сплетенной из песчинок, из песка, это действительно классно, классный образ очень, ну просто в стихи, хорошую поэзию, хотя там это шутка, но можно ведь и поэтический образ создать, какой-нибудь будь я поэт, но морали все равно не видно. Здесь вот вам история с четким морализаторством, с четким пониманием, что можно, а что нельзя, как следует себя вести, как не следует себя вести. Причем редкостный случай, и я хочу подчеркнуть, это нечастый случай, что в Талмуде была история с моралью, прописанной прямо в истории, это нечастый случай, потому что вот эту библейскую традицию, что история рассказывается для того, чтобы слушатели сами извлекали мораль, а не рассказчиком преподавал, она в Талмуде все еще сохраняется, это некоторое литературное правило еврейской традиции. Засим я хочу на сегодня кончить уже время, если есть какие-то вопросы, коротко могу попробовать ответить. Ну, коли нет, тогда до следующей встречи. субтитры